6 августа 1945 года. Первое задание подобного рода. Последним, кто прикоснулся к этому оружию, был я. На город Хиросима было сброшено новое разрушительное оружие. За несколько недель правительство США мобилизовало ученых и солдат для оценки причиненного ущерба. На страницах представляемого доклада подробный разбор первой атомной бомбардировки. Свидетельство тех, кто анализировал последствия взрыва, а также тех, кто выжил после того, как испытал их на себе. Внезапно прогремел взрыв, и небо озарилось вспышкой. Узнайте, что происходило в течение суток после первой в мире атомной бомбардировки. Хиросима. На следующий день. 6 августа 1945 года. Мне было 23 года. Я летел на бомбардировщике «Энола Гэйби-29» в Японию. 6 августа 1945 года. Мне было 13 лет. 6 августа 1945 года. Я стоял возле окна и смотрел на улицу. 6 августа 1945 года. Мне было 8 месяцев. Тот день на мне была. Это распашонка. Днем ранее на летном поле военной базы, расположенной на острове Тиньян в Тихом океане, готовили к доставке первую в мире боевую атомную бомбу. Кодовое имя оружия – «Малыш». Его разработка была засекречена, как никакая другая операция американских военных. Некоторые утверждали, что бомба обладает силой Солнца, звезд и космоса. Но у членов экипажа она не вызывала подобного восхищения. В длину малыш имел 3 метра, а весил больше, чем самый крупный грузовик в те времена. Морис Джепсон был одним из 12 членов экипажа Эннола Гей. Им предстояло сбросить малыша на пока не названный японский город. Официально к исполнению задания приступили в 2.45 ночи. Через 12 часов после подвески грузов 4,5 тонны. Эннола Гей отправился на запад, к Японии. Первый раз я увидел малыша, когда забрался в бомбоотсек. Внутри цилиндра из броневой стали находилось 63,5 килограмма высокообогащенного урана. Уран был заложен как в снаряд, так и в мишень. Бомба действовала как большое ружье. Воспламенялись картриджи с порохом. Под напором создаваемого давления снаряд летел вперед и врезался в мишень. В течение нескольких секунд критическая масса создавала цепную ядерную реакцию с выбросом огромного количества разрушительной энергии. Но поскольку Би-29 часто разбивались при взлете, инициирующего заряда внутри бомбы пока не было. Когда самолет оторвался от земли, Джепсон и капитан Дик Парсонс уложили детонатор на место. У Парсонса ушло всего 15 минут, чтобы разместить четыре картриджа с бездымным порохом, кардитом внутри хвостовой части бомбы. Но подрывная система малыша еще не была полностью готова. Ею занимался Моррис Джепсон. Это те самые заглушки, которыми он пользовался в тот день. В «Малыше» было три зеленых заглушки, которые действовали как предохранительное ружье. Они предотвращали случайную активацию. Джепсон должен был полностью вынуть зеленые заглушки и заменить. Красные заглушки замыкали электросхему орудийной части. И искры от электрозапала могли воспламенить порох. Бомбу «Малыш» я трогал руками, опирался на нее. Последним, кто прикоснулся к этому оружию, был я. Последняя красная заглушка стала на место. Бомба ожила. 6.30 утра. До прибытия в Японию оставалось меньше двух часов. Однако никто не был полностью уверен, что «Малыш» будет работать. Сброс бомбы на Хиросиму был экспериментом. Первым испытанием. Потенциальными мишенями для атаки были выбраны три японских города. На первом месте был портовый город Хиросима, расположенный в дельте реки Ота. Он имел огромное военное значение. Здесь находились узел связи и пункт сбора войск. Но это не был исключительно военный объект. 85% населения были гражданскими. Начиная с марта 45-го года, почти все крупные города Японии подвергались бомбардировкам, зажигательными бомбами. Однако Хиросима оставалась нетронутой. 7 часов 27 минут утра. Но даже когда Энолагий долетел до Японии, судьба Хиросимы еще не была определена окончательно. Все зависело от погодных условий. Одно из требований – цель должна была хорошо просматриваться с воздуха. Самолеты, разведчики погоды проверяли условия над тремя выбранными городами. Так случилось, что в Хиросиме выдалось ясное утро. Судьба города теперь была решена. 12-летняя Сеге Кососомори чувствовала, как палило солнце в то жаркое безоблачное утро. Она бежала к своим одноклассникам на расчистку улиц. Они освобождали противопожарные проходы между зданиями на случай бомбежек. Я взглянула на небо и увидела красивый серебристый самолет с длинным белым хвостом. Голубое небо было просто прекрасным. Одновременно я заметила, как что-то упало. Сегеко находилось менее чем в полутора километрах от цели. Моста Ай-Ои в виде буквы Т. Пересекавший реку в центре города, он был легко различим даже с высоты 10 километров. 8 часов 13 минут утра. За 90 секунд до сброса штурман-бомбардир поймал в свой прицел объект в 3 километрах внизу. И совершил осторожный последний маневр. Сумеют ли они попасть в цель? Произойдет ли взрыв на заданной высоте 600 метров над городом? Створки бомболюка приводились в движение гидравлическим механизмом. Их длина составляла 3,4 с половиной метра. Мы летели с открытым люком. Джепсон и его товарищи произвели расчеты. Бомба должна была сдетонировать через 42 секунды. На 43 секунды я занервничал. Я смотрел на испытательный прибор и мысленно отсчитывал секунды. Но не только члены экипажа «Энологей» вели отсчет 6 августа в 8 часов 15 минут. Восьмилетний Токаси Танемори отправился из дома в школу в 8 утра. Он с нетерпением ожидал игр с друзьями. Именно в то утро я был особенно рад. Мы играли в прятки, я водил. Я стоял напротив окна и смотрел на улицу. Пока Токаси считал, тысячи людей на улице шли на работу и учебу. Одинокий «Энологей» кружил над их головами. Мало кто встревожился. Он не был похож на эскадрилью бомбовозов, которую боялись большинство. Люди подумали, что самолет ведет разведку погоды. Вместо того, чтобы, как предполагали ученые, бежать в бомбоубежище и спасаться от воздействия взрыва, люди вышли на улицу посмотреть. Внезапно прогремел взрыв, и небо озарилось вспышкой белого цвета. Я видел кости своих пальцев, словно на рентгеновском снимке. Это единственные кадры атомного взрыва. Скудное документальное подтверждение события, изменившего ход истории. За считанные мгновения грибовидное облако поднялось на высоту 16 километров. Оно накрыло 5 километров города и более 350 тысяч его жителей. Соединенные Штаты участвовали в войне уже 4 года. И потеряли свыше 100 тысяч человек только на Тихоокеанском фронте. Несмотря на гибель более чем миллиона человек, японцы продолжали яростно сражаться. Были опасения, что в случае продолжения войны обе стороны понесут многомиллионные потери. С помощью атомной бомбы мы могли заставить их капитулировать. Радикально новая бомба обратила живой бурлящий центр города Хиросимы в руины. 70 тысяч человек погибли мгновенно. Еще 70 тысяч были ранены. Такого числа жертв не вызывало ни одно оружие. Но Япония продолжала сражаться. Через три дня, 9 августа, Соединенные Штаты сбросили вторую атомную бомбу. В этот раз на город Нагасаки. Погибли еще 40 тысяч человек. Официально Япония капитулировала три недели спустя. Самая кровопролитная война в мире была наконец завершена. Для американцев история с Хиросимой закончилась на появлении грибовидного облака и возвращении бомбардировщика Энологей. А для японцев именно с этого момента все началось. Всего через несколько недель после капитуляции Японии президент Трумэн приказал подать отчет о физическом и медицинском ущербе, причиненном новым оружием. Сотни ученых, инженеров и военных были наняты для выполнения этой работы. Наряду с оккупационными силами в Хиросиму прибыли специальные разведчики. Вместе с японскими учеными они провели 10 недель среди руин, собирая информацию. Чтобы понять всю разрушительную силу бомбы, аналитики выделили три главных эффекта воздействия атомного взрыва. После детонации в ограниченном пространстве произошел взрывной выброс энергии. Это создало жгучий, раскаленный до бела огненный шар. Его вспышка была жарче, чем поверхность Солнца. Гамма-лучи и нейтроны, образовавшиеся в результате распада урана, рассеялись смертоносным невидимым излучением. Когда огненный шар перестал расширяться, образовался фронт давления или взрывная волна. Ее скорость была более 300 метров в секунду. В докладе ученые описали эффект первой стадии взрыва. Тепловую вспышку. В результате вспышки и излучения со скоростью света выделилось тепло. Это сгенерировало температуру в 4000 градусов по Цельсию, что вдвое превышает температуру плавления стали. Поскольку осталось очень мало кинопленок со взрывом в Хиросиме, ученые прибегали к атомным испытаниям, чтобы измерить интенсивность выделенного тепла. После детонации за малый промежуток времени высвобождается огромное количество энергии. Очень многое выделяется в виде света и тепла. Температура крайне высокая. Наверное, десятки миллионов градусов. Словно кто-то смог добраться до центра Солнца, вывести его в атмосферу и выпустить всю энергию. Эта энергия сразу же стала смертельной для людей. Если кожа облучается, она превращается в уголь. Что касается тех, кто подвергся непосредственному воздействию света и тепла, они просто перестали существовать как живые существа. Вероятно, они даже не поняли, что произошло. Нагасаки, 9 августа. Невозможно точно узнать, сколько граждан превратилось в пепел в течение первых секунд. Американские военные регистрировали жертв. В радиусе 250 метров от эпицентра практически никто не выжил. Те, кто подвергся непосредственному воздействию лучей огненного шара, похоже, полностью испарились. То, что осталось, сейчас называют атомными тенями. Подобные отпечатки людей и предметов нужно встретить во всей Хиросиме. Световое излучение от огненного шара озарило Землю, и от этого потемнел бетон. На пути света находилась эта преграда, и вот эта яркая область не подверглась экстремальному излучению. Эти атомные тени дали ученым возможность проанализировать локализацию взрыва. А это позволило людям измерить направление и высоту взрыва ядерного оружия. Появилась возможность, взяв линейку с отвесом, с разных направлений высчитать, где произошел ядерный взрыв. Проведя подсчеты, ученые обнаружили, что Энола Гейн нанес удар невероятно близко к цели. Всего в 170 метрах. Это менее, чем два футбольных поля от Т-образного моста. Более 50% погибших в радиусе 800 метров от эпицентра умерли от тяжелых ожогов. А выжившие едва подавали признаки жизни. Этот мужчина пострадал от таких же ожогов, что и Сегека Сосомори. У девочки было обожжено две трети тела. Сегека, которая в то утро вышла из дома, не узнала даже мать, когда нашла ее через пять дней после взрыва. Она слышала мой голос, но не узнавала. Круглое лицо было похоже на большой обугленный футбольный мяч. Где был нос, где глаза, нельзя было разобрать. Все было черное. Она была полностью оглушена яркой вспышкой светового излучения и, конечно же, получила серьезные ожоги кожи. Ее одежда загорелась. В тот момент девочка подверглась экстремальному воздействию. Для меня удивительно, что она вообще выжила. Возможно, Сегека выжила благодаря одному обстоятельству. В то утро она надела две пары штанов. Слишком устала, чтобы переодеваться. Да и мать торопила ее с выходом. Почти наверняка внешняя пара штанов загорелась, а внутренняя защитила кожу. Скорее всего, именно это и спасло ей жизнь. Воспламенялась одежда, занимались огнем соломенные крыши домов. Интенсивный нагрев вызывал пожары, несмотря на удаленность огненного шара от земной поверхности. Все, что попадало под тепловое излучение, детские тетрадки, газеты, традиционные бумажные ширмы Содзи, вспыхивало мгновенно. Температура свыше 1760 градусов по Цельсию расплавила до неузнаваемости даже черепицу. Интенсивное световое излучение сожгло гранит, сталь, железо и стекло. Эта коробка для завтрака была найдена в 500 метрах от эпицентра. Она принадлежала школьнице примерно такого же возраста, как Сигэко. Она занималась своими привычными делами, несла в коробке завтрак. Бомба уничтожила девочку, осталась лишь искореженная, смятая, обгоревшая коробка. Жизнь или смерть определялись удалением от эпицентра. Не имело значения японец вы или марсианин. Это была не идеологическая бомба, а оружие массового уничтожения, оружие устрашения. Менее чем в полутора километрах от эпицентра стояла трехэтажная школа, где Токаси играл в прятки. Ударная волна приближалась. Не знаю точно, как, но наша школа обрушилась. Взрывом мне опалило левую сторону лица. Не могу сказать, сколько времени я провел под завалами. В кромешной темноте ничего не было видно, даже ладоней вытянутых перед лицом. Токаси пострадал не один. Тысячи людей оказались в ловушке под руинами когда-то бывшими центром Херосимы. Взрывная волна, порожденная атомной бомбой Малыш, сравняла город с землей менее чем за 10 секунд. Атомной бомбой было уничтожено или серьезно разрушено более 60 тысяч зданий. Это более 67% городских строений. Через минуту после детонации экипаж аналогей ударной волной отбросило на 15 километров от эпицентра. Это случилось на высоте 9 километров. В самолете почувствовался удар от проходящей волны. этого следовало ожидать. Но потом, через несколько секунд, был еще один удар. Не думаю, чтобы кто-то на борту понял, что это было. Второй удар означал, что взрыв бомбы произошел там, где и планировалось, на высоте 600 метров над городом. Чтобы понять динамику воздействия ударных волн, проводится скоростная съемка имитации взрыва. После взрыва перегретый пузырь воздуха силой вырывается наружу, создавая ударную волну. Ударная волна расширялась, достигла земли и отразилась от нее, создав комбинацию отраженной и первичной волны. На земле это создало больше ущерба, чем удалось бы отдельным волнам. Именно поэтому те, кто атаковал Хиросиму и Нагасаки, предпочли сдетонировать оружие на высоте 600 метров над землей, чтобы максимально увеличить разрушение намеченной цели. Будь бомба-малыш сброшена на землю, та поглотила бы большую часть энергии. Но детонация в воздухе вызвала ударную волну, которая смяла буквально все на своем пути. Сильные разрушения протянулись на 5 километров во всех направлениях. Спустя более полувека опустошенный город Хиросима был полностью восстановлен. от бомбардировки осталась пара видимых шрамов. Одно здание находилось практически прямо под точкой детонации бомбы, и оно все еще стоит здесь как символ мира. Когда-то оно служило выставочным центром для местных предприятий и правительства. Все, кто был внутри, погибли мгновенно. Но само здание выстояло. Его купол был построен из меди, а медь плавится при низких температурах. Световое излучение от огненного шара было таким ярким, что медь расплавилась еще до того, как появилась ударная волна. Ударная волна шла вертикально вниз, проникла сквозь отверстие и по пути вниз снесла перекрытие на каждом этаже. Все здание выстояло из-за того, что случайно оказалось почти под самым эпицентром взрыва. Однако большинство зданий в Хиросиме были построены не из бетона, а из бумаги и дерева. Атомные испытания демонстрируют, как взрывом разрушались дома. Как только ударная волна накрывает здание, видно, что она разрушает фасад здания. Ветер, сопровождающий волну, срывает крышу. Здание испытывает воздействие высокого давления, разрушается и по мере разрушения разваливается на части. Все равно, что раскрыть зонтик во время урагана. Его вырвет из рук и просто разорвет. осколки оконных стекол шрапнелью разлетелись на расстояние от 20 километров. Ущерб от взрыва был задокументирован после того, как прибыли американские войска. Однако 6 августа жестокость момента запечатлелась лишь в воспоминаниях уцелевших. Многие из тех, кто пережил Хиросиму, изобразили первые часы в рисунках. Года спустя Токаси Танимори еще и написал об этом. Под кучей тел я лежу на спине. Не могу шевельнуться. Оказавшись в ловушке менее чем в полутора километрах от эпицентра, Токаси уже не слышал крики одноклассников о помощи. Из-под обломков его откопал молодой солдат. Но опасность еще не миновала. Несший меня солдат сновал между толпами людей, кричавших в агонии, обугленные, мертвые и при последнем издыхании. все ползли, падали, едва волочили ноги в поисках хоть какого-то выхода из адского пекла. То, что осталось, выжившие прозвали городом смерти. Хиросима напоминала Красный океан, полный огня. Весь город был охвачен пламенем. Реки Хиросимы были для уцелевших единственным местом, где можно было укрыться от жара и пламени. Несмотря на серьезные ожоги, юная Сегеку Сосамори добралась до берега реки. Но вокруг были только смерть и страдания. Я слышала плач ребенка. До сих пор отчетливо помню, как его мать вся в крови пыталась его покормить. Но ребенок это самое тяжкое из всех воспоминаний. Река была заполнена плавающими трупами. Многих из оставшихся в живых с трудом можно было узнать. Люди представляли собой ужасающее зрелище. во всклокоченных волосах был пепел. У некоторых свисали куски кожи. Это были ходячие мертвецы. Призраки. очевидцы рассказывают, что те, кто выжил, протягивали вперед руки. Очевидно, это уменьшало боль от спадавшей кожи. Но так люди были похожи на ходячих привидений. Помню, одна женщина рассказывала, как по дороге шел мужчина и держал в руке свой глаз. Нам сложно представить себе тот ад, который развернулся при взрыве, созданном прекрасным изобретением физиков. Это был самый настоящий ад. тысячи человек отчаянно нуждались в помощи. Но обратиться за ней было некуда и не к кому. Привычное течение жизни в Хиросиме было нарушено. До налета в городе работали более 200 врачей. В тот день 90% из них были убиты или ранены. Масштаб разрушений был огромен. Десятки тысяч мертвых испепеленных тел. И к тому же едва можно было найти работающую больницу или врачей при исполнении. Тысячи людей умирали, были тяжело ранены, и помочь им было некому и нечему. Эта стена единственное, что осталось от больницы Красного Креста, стоявшей менее чем в полутора километрах от эпицентра. Поврежденная при бомбардировке, она была одним из немногих мест, куда обращались за помощью. Из 45 окрестных больниц уцелили только три. Однако исчезла не только инфраструктура города. Когда уничтожается город, разрушается сложная система социальных и личных связей. для выживших одним из ужасных последствий было то, что их мир сгорел дотла. И они обожженные пытались понять, как жить дальше. Те, кто смог выжить при бомбардировке, внезапно были сражены таинственным заболеванием, прозванным болезнью Икс. В течение нескольких дней и недель после взрыва тысячи выживших сообщили о рвоте, багрового цвета язвах и потере волос. Правительство США знает, что это лучевая болезнь. Но не до конца понимает, что это. На тот момент единственные исследования проводились на кроликах. Литература о воздействии на человеческий организм практически не была. Через два года после сброса бомбы правительство США создало комиссию по учету пострадавших от атомных бомб. Ее задача входила не излечение выживших, а наблюдение и изучение воздействия радиации на их здоровье и смертность. Коку-Танимуто-Кондо была одной из подопытных. Когда взорвалась бомба, восьмимесячная коку была на руках у матери. Они находились менее чем в полутора километрах от эпицентра. В этом районе был наш дом. Это новое здание. Трудно сказать. Хотя нет, это то самое место. В 8 часов 15 минут я была с мамой, и наш дом разрушили. Коку пережила взрыв и последующие пожары, однако неизвестно, какой эффект радиация оказала на ее организм. В первые миллисекунды детонации малыша электромагнитная энергия в виде гамма-лучей, нейтронов и рентгеновских лучей распределялась на 3 километра в каждом направлении. Волны и мельчайшие частицы, невидимые без запаха, облучали каждого энергией разрушающей клетки. Практически для всех в радиусе 800 метров лучи оказались смерти. Многие выжившие боятся, что радиация это своего рода бомба замедленного действия для их организма. Они живут в постоянном страхе, что у них обнаружат лейкемию или рак, что они могут родить детей с отклонениями и тому подобного. Через несколько лет, после того, как обрушился ее дом, Коко стал участницей исследования проводимого комиссии. Весь мир хотел знать, как влияет радиация на человеческий организм. Лучший способ выяснить это проверить детей. Коко обследовали раз в год в течение десяти лет. Тысячи выживших до сих пор принимают участие в самом долгом медицинском исследовании в мире. Комиссия стала организацией по изучению воздействия радиоактивного облучения. Она собрала данные более чем о 120 тысячах выживших при атомной бомбардировке. Сегодня при помощи японского правительства эта информация продолжает проливать свет на то, как радиация влияет на человеческий организм. Будучи млекопитающими, мы умираем от радиации, потому что клетки получают повреждения ДНК, хромосом и перестают делиться. Причина простая. Когда клетки не делятся, блокируется работа иммунной системы, внутренних органов, эмбрионы перестают развиваться. Жизнь заканчивается. Но сознание этого имело свою цену для выживших вроде коко. Осмотры комиссии стали трудными, когда она достигла половой зрелости. 14 лет коко привели из отдельного смотрового кабинета в лектории. Врач попросил меня подняться на сцену. Свет был очень ярким, сильным, и я не видела, сколько сидело человек. Но я слышала, как они говорили на разных языках и догадалась, что должно быть созвали консилиум. потом врач сказал, пожалуйста, сними сорочку. У тебя пубертатный возраст, тело меняется, без ребенка ты становишься женщиной. Я была возмущена. Да, 6 августа 45-го я была в Хиросиме, но не я ведь начала войну. Почему я должна показывать практически голое тело незнакомым людям? Я не сказала ни отцу, ни матери, ни подругам. Я хранила это глубоко в себе. Очень долго. У них есть все основания чувствовать себя подопытными кроликами. Но благодаря тому, что они остались верны, лояльны, внесли свой вклад, после них останется информация, которая пойдет на пользу всему человечеству. Кока не была способна иметь детей. Один из возможных результатов облучения. Но ее участие в исследовании стало частью другого наследия. собранной информации используется для лечения других пострадавших от радиации. Например, жертв Чернобыля. Когда я об этом услышала, то была довольна тем, что эти данные помогли другим людям. сегодня страны беспрепятственно делятся научными данными об исследованиях воздействия радиации. Мир атомных исследований всегда окутывала атмосфера секретности. От момента создания бомб и вплоть до сегодняшнего дня. Годами правительство США конфисковывало и скрывало практически все изображения и свидетельства из первых рук касательно бомбардировки Хиросимы и ее непосредственных последствий. Лишь в 1952 году, через 7 лет после того, как упала бомба, эти единственные сделанные в день бомбардировки снимки стали достоянием общественности. Военные цензоры были уверены, что общественность будет настроена против бомбардировки, если увидят неприятное изображение того, что именно сделала атомная бомба с телами людей. Военные не хотели делиться деталями последствий с общественностью, но жаждали понять силу нового оружия. Для этого они воспользовались киносъемкой поздних атомных испытаний. на кадрах видно не только воздействия теплового излучения и ударной волны на различные материалы и постройки. Изучая взрыв, аналитики смогли измерить дальность поражения и мощность оружия. Многие из пленок держатся за семью замками и до сих пор остаются засекреченными. Процесс съемки ядерного оружия изначально засекречен, как и пленка, на которую еще даже не попало изображение. Кинорежиссер и пионер визуальных спецэффектов Питер Корен был заинтригован атомным оружием после посещения Хиросимы в молодости. Сейчас он делает все возможное, чтобы обнародовать мало кем виденные изображения. Проведя обстоятельные исследования, он нашел секретные документы и добрался до хранилища кинопленок. У правительства можно купить эти документы и они приведут к другим документам. В конце концов можно отыскать и каталоги фильмов. Каталоги привели Курена к нарезке из так и не смонтированных дублей. Правительство пропустило и не засекретило их, потому Курен и смог получить к ним доступ. Но в некоторых случаях ученые поцарапали своими инструментами негативы, чем повредили многие записи атомных испытаний. Цифровое улучшение четкости позволило Курену убрать царапины, блеклость и получить самый полный эффект. Я стал работать с пленками, чтобы выявить ранее невидимые предметы. по мере по мере изображения становились чище и насыщеннее, можно было различить многое в кадре. Например, птиц, падающих с деревьев, дымовой след. Вот здесь еще парочка. Улучшенное изображение выглядит более драматичным, но ученым оно полезнее для измерения скорости и размера грибовидного облака. Чем чище изображение, тем точнее цифры. Военные аналитики, ставшие свидетелями огромного масштаба ужасающего воздействия атомного оружия, завершили отчет мрачным наблюдением. Нет более сильного аргумента в пользу мира, чем зрелище разрушенной Хиросимы. Это оружие действует без разбора. Оно смертоносное. Приходится признать, что это оружие массового геноцида. От него нет спасения. Сегодня сложно поверить, что Хиросима была когда-то разрушена. Но музеи и монументы парка мира напоминает о том, что случилось 6 августа 1945 года. Внутри Кургана лежат останки тысяч людей, неопознанные тела, за которыми никто не обратился. Однако сильнее всего напоминают о случившемся те, кто выжил. Они ведь единственные, кто может рассказать, каково это пережить атомную бомбардировку. одна единственная бомба изменила все. Нам нужно извлечь урок и не повторять подобных ошибок. Величайший способ отомстить врагу простить его. Я надеюсь, что мои дети будут жить в лучшем мире. а я расскажу им о тех уроках, что преподнесла мне жизнь. Только этого я и хочу. Программа озвучена студией ARC-TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. Игорь Тарадайкин.